Ну, во-первых, Господин Бабков все-таки и не руководил. Далеко нет. Бабков был советником. Я его очень уважаю. Он типичный представитель того времени, Заскорузлова того времени. Покажу потом фотографию, он в генеральской форме. Он был очень долго вторым человеком в КГБ. Все время был вторым. А так как они там наверху менялись, он все время был один и тот же, то, может, он и первым был. Можете представить себе, Андропов там, а он лет 25 вторым. Все знал. Ну, к сожалению, он пришел уже, конечно, не имея, так сказать, таких возможностей, связей. И это случайно произошло. Но аналитическая служба или служба безопасности – это разные вещи. Служба безопасности в Володе создавалась, и он этому придавал большое внимание, служба безопасности. Она стала из бывших сотрудников милиции. К аналитике они никакого отношения не имели. Но это помогло тому мифу, что служба безопасности моста настолько громадна, настолько сильна, что к ней просто не подходи. И действительно, она была и большая, и так далее, и к ней никто не подходил. Аналитические группы возникли после того, как нужно было добывать какие-то материалы для журналистов. Вот так потихоньку. Этим я уже совершенно не занимался. Я не считаю, что это, так сказать, до конца не нужно. Я не считаю, что нужно. Но, тем не менее, такие группы были созданы при всех крупнейших банках. Где Дроздов работал, где Бабков работал, где еще какой-нибудь бывший комитетчик работал. Считаю, что те материалы, которые ими добывались, не всегда использовались по-человечески, правильно, и по-моральному, так сказать. Ну, что, показывают по телевизору. Вот, допустим, там. Вот сейчас, допустим, все говорят о пленке про Киселева, да? Ну, ладно, знаете, хорошо. Ну, что вы? Ну, что вы, зайдите в сайт и посмотрите, там 4 фильма. Нет времени, я покиселел. Вот. То, хорошо. Значит, я не к тому, чтобы, так сказать, дело в том, что использовать информационный нажим на людей всегда неправильно. Чем отличается ракетер с молотком или с ножом от ракетера, который может прийти с камеры и сказать, не хочешь отдать мне 10 тысяч? Я завтра покажу про тебя фильм, допустим. Я помню, один из замов Лужкова был снят, ну, просто снят предвзято. Ну, это же очень легко сделать. Все, что хорошее, вычеркнув, все его глупые ответы были выпечены. Весь нормальный ракурс, когда на него смотришь, был убран, а когда сверху снигнулся таким носом. В общем, ужас. Продолжение следует...